СНТ «Профсоюзник» – водовозка у самого въезда в товарищество стоит с 9 до 11 утра. Далее машина отправится на улицу Кабанская, затем на Урожайную. Потом вернется сюда же, в СНТ «Профсоюзник». По Советскому району курсируют четыре такие водовозки. У каждого водителя на руках листы с графиком и определенным маршрутом, чтобы воды хватило на всех. Правда, очереди заживительной влагой не выстраиваются, но с бутылками да ведрами люди потихоньку все же идут. На автомобилях подъезжали и так подходили. Сколько у вас литров воды? На скольких должно хватить? Ну, я не знаю. Емкость на 5 кубов. Не знаю, на сколько хватит. Пока сколько израсходовали? Ну, литров, наверное, 100 забрали. Такая же водовозка с наклейкой «Зеленый город» и в ДНТ «Весна». За полтора часа за питьевой водой пришли человек 10, говорят работники. А сколько литров берут? Все по-разному. Кто по 10, кто по 5. Конечно, желание людей, чтобы мы по дворам ездили. Опять же, мы не можем постоянно ездить, потому что кто-то будет приходить сюда, не застанет нас и без воды могут остаться. Жители СНТ «Левобережная» машину с цистерной могли застать на улице Грачевская у дома 92. У нас есть скважина, но то, что у меня ребятишки маленькие, поэтому лучше чистую воду взять. Ну, привозную лучше взять. А так вода есть, в принципе, дома, но воды нету, не стоит у нас. Наводнений такого нет. Но все равно вода грязная. У вас устраивает работа, служба вообще, как они расположены, график там? Ну да, в принципе. Мне недалеко от дома и хорошо ходить сюда, подойти, воду набрать и все. Напомним, пить и готовить на воде из скважины колодцев горожанам не рекомендуют. Это может быть опасно для здоровья. Инна Судендукова, Бато Гармын, Новости дня.